Здравствуйте, ребята! Меня зовут Александра Яковлева и я предлагаю вам порисовать. Ребята, сегодня я вам предлагаю нарисовать самое-самое любимое лакомство всех малышей и взрослых. Как вы думаете, что это? Конечно же, это мороженое. Кто какого мороженое любит? Я, например, люблю мороженое с тертым шоколадом. А вы? Мороженое бывает самое разное. Бывает пломбир, бывает эскимо, малиновое, фисташковое, лимонное, какое угодно. Рисовать мы сегодня мороженое будем с помощью объемных красок. Рецепт этих красок вы сможете увидеть в комментарии к этому видео. Но прежде чем приступить к работе, нам нужно подготовить пачки. Готовы? В этом доме пять этажей. На первом живет семейство ежей. На втором семейство зайчат. На третьем семейство рыжих бельчат. На четвертом с птенцами синица. На пятом сова очень умная птица. Что ж, пора нам обратно спуститься. На пятом сова. На четвертом синица. Бельчата на третьем. Зайчата на втором. На первом ежи мы еще к ним придем. Молодцы, ребята! Но давайте все-таки посмотрим, что нам понадобится для того, чтобы мы нарисовали мороженое. Нам понадобится для работы плотный лист картона или бумаги. Объемные краски. Обратите внимание, что краски у нас не яркие. Здесь смешаны краски гуашь. Белая и здесь красная. Здесь белая и желтая, чтобы получить лимонный цвет. Здесь белая, зеленая и немножко синий, чтобы получить мятный цвет, чтобы у нас получилось мятное мороженое. Ну и это просто добавлен белый цвет, потому что само тесто, оно не чисто белое. Оно отдает желтизной. Иначе у нас не получится наше вкусное сливочное мороженое или пломбир. Также у нас мороженое будет находиться в рожке. Рожок какого цвета? Да, он желтого, немножко коричневого цвета. И для этого нам понадобится гуашь желтого цвета, коричневого и, конечно же, белого. Еще нам понадобится стаканчик с водичкой, кисточка, палочка или вот такая вот ложечка, чтобы ей удобно было накладывать пухлые краски и влажная салфеточка. Ну что, мы теперь можем приступать к работе. Вначале нарисуем вафельный рожок. Для этого нам понадобится желтый цвет и коричневый. Рисуем треугольничек, а потом его закрашиваем. Теперь сделаем наш рожок объемным. Для этого будем использовать более светлый желтый и белый цвет. Теперь сделаем так, чтобы наш рожок походил на вафельный. В этом нам поможет коричневая гуашь. Делаем полоски в одну сторону и в другую. Такие квадратики характерны как раз для вафельного рожка. Теперь начнем рисовать объемными красками. Для этого нам понадобится палочка. Первый кружок мы сделаем белым. Представим, что это обычное мороженое пломбир. Теперь возьмем желтый цвет и сделаем лимонное мороженое. Как будто у нас в рожке несколько шариков и они прячутся один за другой. Розовый цвет покажет, что это у нас или малиновое, или клубничное мороженое. А какое больше любите вы? Теперь возьмем светло-зеленый цвет. У меня получился мятный оттенок. Но если вы обычный зеленый цвет смешаете с белым, то может получиться фисташковый. Ребята, скажите, кто какое мороженое любит? Мятное или фисташковое? Напишите в комментариях. Украсим наше мороженое, чтобы оно тоже стало объемным. Сделаем белые блики и тень. Чем хороши объемные краски, это тем, что их можно украсить, например, кондитерской присыпкой. У меня она в виде бабочек. Наша работа готова и теперь лист с изображением можно поставить в микроволновку на 20 секунд или в духовку для того, чтобы краски стали объемными. Вот такое мороженое в рожке у меня получилось после того, как я на 20 секунд оставила эту работу в микроволновке. А у вас какие работы получились? Обязательно присылайте в нашу картинную галерею. Ну что, ребята, вам понравилось видео? Тогда ставьте ему лайк и подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч!